Начинаем информационный марафон на телеканале Freedom. В студии для вас работают Денис Пахила и Екатерина Вишневская. Далее мы будем говорить, конечно же, о событиях на фронте, о том, как сейчас экономика РФ зависит от Китая, о продолжении местных штурмов, но и о других не менее важных и актуальных новостях. Ну а начинаем с оперативной информации. Начнем с главной, одной из главных тем сегодняшнего дня. Это в том числе саммит между Европейским Союзом и Китайской Народной Республикой. В твиттер-аккаунту Урсулу фон дер Ляйен появилась трансляция заседания, выступления Шарля Мишеля, Урсулу фон дер Ляйен и Хосепа Борреля перед встречей с Си Цзиньпинем. Напомню, что это будет первый за четыре года саммит Европейского Союза и Китайской Народной Республики в числе главных тем, в том числе, в первую очередь, это экономические взаимоотношения между Китайской Народной Республикой и Европейским Союзом. В особенности, как мне кажется, будут обсуждаться и иногда довольно резкие заявления со стороны институций ЕС, как Еврокомиссии Европарламента. Также, естественно, будет обсуждаться и тема, конечно, неспровоцированной полномасштабной агрессии Российской Федерации против Украины, а именно позиции официального Пекина Си Цзиньпини, естественно, в отношении сотрудничества Китайской Народной Республики и Российской Федерации и в целом отношения КНР и войны, развязанной Российской Федерацией против Украины. Эта тема также сегодня будет в топе в нашем, в нашем эфире будет обсуждаться. Естественно, главные аспекты встречи всегда можете узнать и в наших социальных сетях, в телеграм-канале чуть позже о нем детальнее также скажем. Ну и переходим к детальной информации. Украина будет бороться за собственные интересы и справедливые интересы каждой свободной нации, об этом в том числе заявил Владимир Зеленский в своем видеообращении. Также президент рассказал и о предстоящих важных событиях. Давайте услышим. Божаю здоровья, шановные украинцы и украинки. Желаю здоровья, уважаемые украинцы и украинки. Сегодня длинный и очень содержательный день. День вооруженных сил Украины. Я поздравляю вас, воины. И спасибо за вашу силу, за вашу храбрость. Каждому и каждой, кто защищает Украину, наши государственные интересы, интересы общества. Мы все в Украине благодарны. Отметил государственными наградами наших воинов. Накануне подписал несколько указов ко Дню вооруженных сил. Более 700 воинов отмечены. Все достойны. Посетил военный госпиталь, поблагодарил врачей, поддержал ребят, которые восстанавливаются после ранений. Я благодарю и горжусь всеми военными врачами Украины. Всеми нашими боевыми медиками, всеми медицинскими сестричками и медицинскими братьями, которые спасают жизнь раненых воинов, которые возвращают к жизни после тяжелых ударов оккупанта. Посетил сегодня Яхмадет на Николая, и это символично, что по обновленному календарю два праздника теперь совпадают. День наших вооруженных сил, основы обороны и День Святого Николая. Сама жизнь говорит о том, что мечты наших детей, безопасность украинских семей, культура украинского народа – это то, что возможно только на фундаменте могущественных и уважаемых вооруженных сил Украины. Их результаты вместе со всеми силами обороны и безопасности нашего государства. Важно, что сила наших воинов действительно возвращает безопасность нашим людям, детям, украинским городам. Сегодня первая леди Украины вместе с командой посетила две особенные школы в Житомирской области – школы супергероев. В общей сложности таких школ работает уже 11. Это государственные учреждения под патронатом Елены, которые созданы именно при детских больницах. Иногда детям следует лечиться в стационаре в течение месяцев, проходить долгую реабилитацию, и чтобы не терять в образовании, в больницах работают такие школы, такие специальные учителя, которые позволяют детям одновременно и лечиться, и получать образование. Важно, чтобы эта инициатива росла, чтобы добавлялись новые образовательные институты в регионах. Я благодарен всем, кто помогает с работой школ супергероев, и кто в такие дни, как сегодня, помогает создавать для всех детей Украины, где бы они ни были, настоящий праздник. Сегодня также у нас было много международной работы. Удалось вернуть в Украину еще восьмерых украинских детей, депортированных в Россию с нашей временно оккупированной территории. Я благодарю государство Катар за действенное посредничество, и Дмитрия Лубенца, омбудсмена, и всю команду, которая ведет эту тему. Активно работает в Вашингтоне наша украинская делегация, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, руководитель офиса Андрей Ермак, министр обороны Рустам Умеров. Важные встречи, в частности, в Конгрессе Соединенных Штатов с представителями администрации президента Байдена. Министр обороны Остин, госсекретарь Блинкен. Работа максимально энергична, и как результат у нас есть хорошие, нужные сигналы для Украины. А также новый пакет американской помощи, военной поддержки. Я благодарю за поддержку Соединенные Штаты. Участвовал в заседании лидеров группы семей, и это уже традиция, что Украина представлена на таких саммитах. Я поблагодарил Японию и господина премьер-министра Кишиду за продуктивное и принципиальное японское председательство в группе семи. Следующий год – это председательство Италии, и мы уже обсуждаем с Джорджей, госпожой главой правительства Италии, приоритеты итальянского председательства. Для меня было важно поблагодарить и каждого из лидеров семерки за личное лидерство. Есть и новое мощное заявление группы семей, в частности, в поддержку Украины. Многие важные вещи для нашего государства, для наших людей учтены в заявлении. Сегодня я также обратился к участникам и участницам конференции в Вашингтоне, посвященной нашей совместной работе с Америкой по оборонному производству. Очень важно, что наши договоренности с президентом Байденом постепенно реализуются. Много встреч в Вашингтоне на днях у руководителя Минстротекпрома Камышина. Но и это еще не все. Я хочу отметить работу с партнерами в Америке, украинских правоохранителей и генерального прокурора Костина. Весомые шаги Соединенные Штаты предъявили обвинение четырем российским военным, подозреваемым в совершении военного преступления, в пытках гражданина Соединенных Штатов. Для Украины принципиально, чтобы каждое преступление российских оккупантов было полностью расследовано и получило законное и справедливое процессуальное продолжение, вплоть до соответствующего приговора. И наши институты вместе с партнерами активно работают по этому вопросу. Еще одно. Провел совещание с международниками МИДа, Офиса. Готовим активное продолжение декабря, активное начало следующего года. Украина будет бороться за собственные интересы, справедливые интересы к каждой свободной нации. Ведь если мы себя можем защищать, это усиливает и всех других в мире, кто так же, как и мы в Украине ценит свободу и международный порядок. Я благодарю всех, кто сражается и работает ради Украины. Слава вооруженным силам Украины. И пусть будет светлой память всех украинских героев разных времен, которые боролись и отдали свою жизнь, чтобы жизнь Украины сохранилась. Слава Украине! Накануне в Украину вернули еще 8 украинских детей, незаконно вывезенных в Россию. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Также Ермак выразил благодарность Катару и ЮНИСЕФ за помощь в процессе возвращения депортированных России украинских детей и тех, кто оказался на временно оккупированных территориях Украины. В России показали кадры с места ликвидации коллаборанта Ильи Киева и говорят о том, что уже даже завели уголовное дело. Также РосМИ сообщают, что Киеву убили якобы двумя выстрелами из огнестрельного оружия. Ранее в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины подтвердили ликвидацию скандального экс-депутата и коллаборанта Ильи Киева, как отметил представитель ведомства Андрей Юсов. Такая же судьба постигнет и других предателей Украины. В США объявили о новом пакете военной помощи для Украины. В него входит вооружение стоимостью в 175 миллионов долларов. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкин. По его словам, пакет включает боеприпасы для ПВО, реактивных систем «Хаймарс», артиллерийские снаряды, высокоточные радиолокационные ракеты и другое неназванное вооружение. Как в свою очередь подчеркнул президент США Джозеф Байден, прекращение военной помощи Украине – это просто безумие. Почти два года храбрый украинский народ лишает Россию победы на поле боя. Они уже победили амбиции Путина, который хотел захватить Украину. Народ Соединенных Штатов помог украинцам в этой борьбе. И этим нужно гордиться. Мы тоже причастны к успеху Украины, благодаря стабильным поставкам оружия и боеприпасов, которые мы предоставили украинской армии совместно с нашими партнерами и союзниками. Мы обсуждали со всеми европейскими лидерами этот вопрос на только что проведенной встрече «Большой семерки». Мы готовы остаться с Украиной и поддерживать ее дальше. О важности продолжения поддержки Украины также говорила и госсекретарь Шайнтони Блинкин. Он заявил, что ее прекращение позволит Владимиру Путину и дальше действовать безнаказанно. Мы должны обеспечить условия, чтобы Украина продолжала добиваться успеха. Мы должны обеспечить, чтобы Россия продолжала терпеть поражение. Если мы этого не сделаем, если этого не будет, Путину будет позволено действовать безнаказанно, что откроет ящик Пандоры по всему миру. Также продолжение финансовой и военной поддержки США для освобождения украинских территорий от российских оккупантов обсудили в Вашингтоне. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, также председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук и министр обороны страны Рустам Умеров встретились с главами комитетов по иностранным делам, разведке и вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США. На встрече обсудили главные оборонные потребности Украины. В частности, усиление систем ПВО, поставку дальнобойных ракет, артиллерийских снарядов, танков и другой бронетехники, но также передачу Украине истребителей Ф-16. Тактические огневые, топографические тренинги, а также оказание первой медицинской помощи. Вот такие знания получают бойцы перед выходом на штурмовые операции. И даже свой профессиональный праздник защитники 80-й отдельной десантно-штурмовой Галецкой бригады провели на полигонах, готовясь к новым штурмам позиций противника. Подробнее далее в нашем материале Алены Грамовой. Раннее утро. Полигон. Здесь подготовку проходят десантники 80-й Галецкой бригады. Отрабатывают стрельбу по мишениям на относительно близком расстоянии. Говорят, подпуская противника ближе, шансов попасть в цель становится больше. Сейчас противник настолько близко к нашей позиции, фактически показано на мишенях, 100 метров, это уже на полистане, по факту неможливо подпускать противника, потому что это близкий бой, туда уже можно использовать и гранаты ручные. Чем подальше, надо випускать на него магазин. А если он близко, можно сделать несколько стрельбов и эффективно нанести уражение по своему противнику. Готовы? Так. Всех! Инструктор батальона Юрий участвовал в прошлогодних штурмах во время проведения Харьковской операции. Говорит, при подготовке бойцов важно научить их справляться со страхом. Защитники должны сами научиться полностью контролировать ситуацию. Ведь это – залог выживания в бою. Мы готовим именно штурмовиков. В первую очередь, это пересувание посадки, чтобы люди не могли рухаться, спостерегивая своего напарника, чтобы не высувались далеко по одиноку, чтобы умели работать в парах и в группах. Штурмовать позиции противника и обороняться к десантникам приходится в разных условиях. Это может быть и открытое поле, и населенный пункт. При обучении это учитывается. Десантники говорят, на фронте следить за календарем не успевают. Работы очень много и не всегда успевают понять, какой день недели или государственный праздник. Еще не скоро. Наше много работы. Я смотрю на карту, еще великий объем у нас. Если честно, так хочется впитывать на данный момент информацию, набирать боевый опыт, что я даже забыл про этот праздник. Но я думаю, что каким-то образом мы это отметим. Приедем на полигон, хорошенько постреляем, потом приедем два пушек, все будет хорошо, все будет украина. На этих тренингах отмечают бойцы за день, осваивают недельные знания. Все максимально приближено к реальности. Тренировки проходят и днем, и ночью. И пока что защитникам не до праздника. Алена Грамова, Евгений Кармазин из Донецкой области. Для телеканала Freedom.